Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Обсудили вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи и содействия в получении образования и организации отдыха детей. Губернатор Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами их семей. В России стартовал весенний призыв на срочную военную службу. В армию отправится 150 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. В Самаре с апреля начался месячник по благоустройству. К летнему сезону готовят городскую набережную. В областной столице продолжается ремонт дорог по национальному проекту, какие работы идут на улице Алматинской. Стартовала запись подростков на летнюю работу. Какие вакансии могут предложить в Самаре? Губернатор Дмитрий Азаров провел прием по личным вопросам ветеранов специальной военной операции и членов семей военнослужащих. Во время встречи, которая прошла на базе фонда «Защитники Отечества», обсудили вопросы оказания высокотехнологичной медицинской помощи, содействия в получении образования, организации отдыха детей военнослужащих, поддержки при открытии собственного дела, развития специальных видов спорта. Личные встречи с бойцами и их близкими Дмитрий Азаров проводит регулярно. Задача фонда «Защитники Отечества» – всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов семей военнослужащих по принципу одного окна. За 10 месяцев филиал отработал более 13 тысяч обращений. В России начался весенний призыв. Он продлится до 15 июля. Направить на срочную службу планируют 150 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. Отслужившие будут своевременно уволены и направлены домой. О целях и задачах, которые стоят перед Самарской областью в эту кампанию, рассказал военный комиссар региона Алексей Вдовин. Сколько самарцев планируется призвать и куда они будут направлены на службу, расскажем в сюжете. Почти 3,5 тысячи человек в Самарской области этой весной будут призваны на службу в армию. Об этом стало известно на брифинге военного комиссара Самарской области Алексея Вдовина. 25 человек будут представлять честь региона в президентском полку. Также лучших призывников примут в пограничные войска для службы на восточных границах. Ученики ДСААФ поступят на службу как водители. Остальные будут распределены по частям по мере востребованности. При этом все ребята будут проходить службу исключительно на территории России и не будут отправляться в зону СВО или в новые регионы страны. Более, наверное, 30% граждан у нас будут направлены для прохождения военной службы сначала в учебные соединения воинские части, где получатся военные специальности, потом будут направлены для прохождения службы уже в строевые воинские части на те должности, по которым они пройдут военную подготовку. Военный комиссар напомнил о том, что изменения в законодательстве, касающиеся призыва, в этом году минимальные. Основные законы действуют еще с прошлого года. Это касается как штрафов за неявку по повестке и уклонения, так и призывного возраста, который сейчас в границах от 18 до 30 лет. Всем, кому исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года, они зачислены в запас. Кому 27 лет исполняется в этом году, они уже будут подлежать призыву на военную службу. Ну и так до 30 лет в соответствии с изменениями, которые были привнесены в прошлом году. Также военный комиссар региона отметил, что Самарская область не попала в число пилотных, где повестки будут вручать электронно. Поэтому в этот призыв их будут вручать традиционными способами – через работодателя или лично от представителя военкомата. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В Самаре начался месячник по благоустройству. Запланирован целый комплекс работы во всех районах города. Это очистка проезжих частей, уборка мусора, сбор снега, откачка талых вод, уборка общественных пространств. Самарскую набережную уже начали готовить к летнему сезону. Как именно, расскажет Елизавета Прокопенкова. Самарская набережная – одно из самых популярных мест у жителей и гостей города. Она уже преображается к началу летнего сезона. Поливочно-моечные машины работают здесь с 6 утра, чтобы не мешать отдыхающим. Они очищают пешеходные зоны и велодорожки. Сегодня первый день мы начинаем, потому что сейчас плюсовая температура, но по госту соответствует все. То есть ничего не замерзнет, никто не подскользнется. Будет все безопасно и красиво. Каждый день на Самарской набережной специалисты выполняют сразу несколько задач. Прежде всего, убирают мусор, очищают урны, вырошат снег, чтобы он быстрее растаял. В этот раз в уборке территории набережной задействовали 7 единиц техники и 24 уборщика. Сезонные работы усилены, чтобы отдыхающие могли комфортно проводить время здесь. Старания персонала не остаются незамеченными. Набережная красавица. У нас чистота, порядок. О городе заботятся, особенно вот эта наша часть, куда все и туристы, и мы с радостью, с радостью с большой ходим. Весь комплекс работ, предусмотренный на набережной, выполняется в рамках апрельского месячника по благоустройству. В дальнейшем будут ремонтировать и красить лавочки, урны, приводить в порядок детские и спортивные площадки, плиточное покрытие дорожек. Уборка городских территорий идет по всей Самаре. Продолжаются работы по очистке проезжих частей, тротуаров от снега и мусора. При необходимости проводится откачка талых вод. Основные задачи и работы обсудили в Департаменте городского хозяйства и экологии. Совещание провел заместитель главы Самары, руководитель департамента Александр Андреянов. На этой неделе пройдут первый «Средник» и «Субботник». Все желающие могут участвовать в уборке города не привязанных в неделю. Во всех администрациях районов сформированы перечни мест, где можно получить инвентарь для уборки прилегающей домовой иной территории. Поэтому здесь все зависит от желания выйти. Проведена проверка готовности управляющей компании проведения месячника, МБУ. Проверено наличие инвентаря лопат, граби, мешков, перчаток. То есть всем этим управляющая организация обеспечена. 3 апреля в «Средники» примут участие муниципальные служащие и работники администрации внутригородских районов. 6 апреля субботники пройдут на общественных территориях. Елизавета Прокопенкова, Игорь Казановский. События. В Самаре дали старт обновлению дорог местного значения в рамках реализации национального проекта безопасной качественной дороги. В ночь с 1 на 2 апреля трудиться начали на улице Алматинской, где в районе перекрестков ремонтируют трамвайное межпутье. В границах улиц Республиканской и Олимпийской приведут в порядок 6 таких участков, используя современную литую асфальтобетонную смесь. О нюансах работы и планах на следующий объект уличнодорожной сети в репортаже Полины Чуляковой. В Самаре стартовали ремонтные работы в рамках национального проекта безопасной качественной дороги. Этой ночью дорожники ремонтировали перекресток улиц Алматинской и Республиканской, а именно обновляли здесь трамвайное межпутье. Из-за нестабильных температур пока можно использовать только литой асфальтобетон. Данный перекресток будет отремонтирован на площади порядка 90 метров квадратных. Позже уже с наступлением положительных температур, уже полноценно положительных, то есть когда и ночью и днем будет атмосферный воздух прогреется до плюс 10 градусов, уже непосредственно начнется ремонт асфальтобетонными горячими смесями. Пока у нас температура нестабильна, то есть перепады через ноль все равно происходят, то есть заморозки, туман и прочее. Выполняется работа литой смесью, потому что данные литой смеси предназначены для таких условий. Работа производится в несколько этапов. Разборка существующего изношенного покрытия, подготовка основания и его выравнивание с помощью асфальтобетонного гранулята. Далее укладка литой смеси ЛА-11ВТ. Специалисты заверяют, такое покрытие прочное, оно способно выдерживать повышенные эксплуатационные нагрузки, в том числе при вибрации во время движения трамваев. Все это характерно для улицы Алматинской, где дорожный трафик интенсивный. Таким способом дорожники планируют отремонтировать перекрестки от улицы Республиканской до Олимпийской. На данном участке приведут в нормативное состояние межрельсовое полотно в районе шести перекрестков. Работы специально производятся преимущественно в ночное время. Безопасность прежде всего, соблюдение мер техники безопасности, выставлением знаков, ограждений. Соответственно, работаем специально, выходим в ночную смену для того, чтобы не затруднять движение общественного транспорта, не затруднять движение горожан. Я думаю, да, действительно, надо сделать было давно, это уже неплохо, работают по ночам, не мешают проезду, делают перегрузки. Подни ямы были, фактически переехать было очень сложно. Сейчас лучше будет, надеюсь. Весь процесс ремонта контролируют сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство». Они следят за подготовительными работами, устройством нового покрытия, замеряют температуру литой смеси, отбирают ее для дальнейших испытаний в лабораторных условиях. Приемки подлежат работы, выполненные с требуемым качеством. В противном случае подрядчик будет устранять недочеты за счет собственных средств. В планах отремонтировать все перекрестки на Алматинской за 10 дней. Потом дорожники приступят к выполнению работ на улице Нововокзальной. Всего в 2024 году по дорожному нацпроекту обновят 21 объект с совокупной протяженностью более 26 километров. Из них на 18 объектах произведут ремонт большими картами по всей ширине проезжей части дорог. Еще три объекта улично-дорожной сети благодаря работам в рамках нацпроекта преобразятся комплексно. Полина Чулякова, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других темах дня. Авиакомпании с этого месяца будут выплачивать пассажирам штраф за задержку рейса. Каждый час просрочки будет равен 100 рублям. Итоговая сумма не может превышать 50 процентов платы за перевоз. Ранее за просрочку доставки пассажира или багажа авиакомпания должна была заплатить штраф в размере 25 процентов от установленного МРОД за каждый час просрочки, но не более половины стоимости перевозки. Базовый МРОД для исчисления штрафов составляет 100 рублей. Чтобы получить возмещение, пассажир должен направить претензию в письменном виде на имя компании. На портале Госуслуг с апреля можно будет получить данные по полисам ОСАГО, КАСКО и страхования жизни граждан. Такую возможность обеспечит введение нового функционала автоматизированной информационной системы страхования. Через личный кабинет пользователь может посмотреть свою историю страхования, действующие договоры и статус по страховым событиям. Там также можно следить за статусом урегулирования убытков, а в перспективе и получать напоминание об истечении срока действия полиса. Вступил в силу закон, который наделяет регионы правом запрещать наливайки. Документ наделяет региональные власти правом ограничивать время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Исключение составляют рестораны. В России начинается поэтапная маркировка икры осетровых и лососевых видов рыб. Таким образом, власти борются с нелегальной продукцией. По оценке Росрыболовства, теневой рынок только красной икры превышает 4 миллиарда рублей. На первом этапе эксперимента производители икры должны зарегистрироваться в информационной системе мониторинга за оборотом товаров «Честный знак». С 1 мая бизнес должен поставлять икру с уже нанесенным на упаковку кодом и отправлять информацию в систему мониторинга. С 1 июня 26 года всем участникам оборота следует передавать в систему сведения о каждой единице товара с маркировкой при обороте продукции и при выводе ее из оборота по основаниям не являющимся продажей в розницу. Работники Самарской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области пресекли незаконный ввоз 20 лошадей в Казахстан. У перевозчика отсутствовали ветеринарные сертификаты и документы на перевозку животных. Нарушитель и груз были переданы должностным лицам управления Россельхознадзора по Оренбургской области для принятия решения. Уточнили в пресс-службе Самарской таможни. Перевозчика привлекли к административной ответственности. Табун животных вернули в Башкортостан. Стартовала запись подростков Самары на летнюю работу. Молодежный центр Самарский приглашает школьников на работу во время каникул. Какие документы необходимо предоставить для трудоустройства узнала Елена Чернявская. Полина Мишина студентка колледжа. Учиться на заочном отделении и девушке была необходима подработка. На сайте молодежного центра Самарский прочла информацию о трудоустройстве. Собрала необходимый пакет документов, пришла в центр и ей предложили актуальные вакансии. Далеко девушке ходить не пришлось, для нее работа нашлась в центре. Мне подобрали вакансию помощник специалиста. В этот же день мы заключили трудовой договор и дальше я работала здесь. Мне очень было радостно получить свою первую зарплату. Я купила себе телефон, наушники, ну все, что в общем нужно. Очень ценный сотрудник, она у нас всегда помогает, никогда не отказывает в нашей просьбе. То есть если в любой момент куда-то помимо помощника специалиста работы за компьютером, мы просим и курьерскую работу, то есть куда-то отвезти документы, забрать что-то, она у нас всегда оперативно все это делает. Для трудоустройства подростков 14-17 лет необходимо быть зарегистрированным на территории Самары, а также собрать полный пакет документов. Наличие всех документов для трудоустройства обязательно. Первое это справка об отсутствии судимости. Ее можно заказать родителям на портале госуслуг, справка с актуальной датой, справка с места учебы и согласие родителей. Нужен еще паспорт ребенка, СНИЛС, номер ИНН и реквизит расчетного счета карты. Это пакет документов, который необходим для трудоустройства. С сегодняшнего дня у нас стартовала запись на июнь месяц, то есть 1 апреля. Для того, чтобы, если вы хотите записать ребенка на июль месяц, запись у нас откроется предварительно 10 июня. Для того, чтобы записаться предварительно август месяц, нужно нам позвонить 16 июля и далее. В следующие дни открывается запись на август месяц. Условия работы в каникулы для подростков 14-15 лет 5 часов в день, в пятницу 4 часа. Ребята постарше 16 и 17 лет будут заняты на работе 7 часов в день. Пятидневная рабочая неделя. Вакансии, которыми располагает молодежный центр сегодня следующие. Подсобный рабочий, уборщик территории, помощник садовника, помощник специалиста, социального работника, почтальона и помощник вожатого в лагерях. Ну а если у подростка возникнут трудности в трудоустройстве или уже в процессе работы, ему окажут поддержку психологи молодежного центра Самарский. Всегда рада всех видеть, если возникают какие-то затруднения в том числе. Ну и также консультируя по вопросам профориентации, да, также проводим различные мероприятия на улучшение каких-то навыков. И, конечно, в нашем центре очень поощряется самостоятельность детей, да, то есть при трудоустройстве подросток самостоятельно там подготавливает документы и, собственно, задает вопросы, которые его интересуют. Ну и в целом учится идти на контакт со взрослыми, да, коммуникативные навыки развивает. Трудоустройство осуществляется по предварительной записи по телефону 262-52-47 по электронной почте молодежного центра Самарский или можно обратиться лично. Улица Гагарина, 86. Елена Чернявская, Николай Епифанов. События. Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсона, весь мир отмечает Международный день детской книги. Это отличный повод еще раз вспомнить, какую важную роль играет чтение в жизни ребенка. Елена Чернявская расскажет подробнее. Как создают книги? Как выбрать самую лучшую? Ответы на эти вопросы юные читатели узнали в библиотеке имени Крупской. Здесь для ребят провели интерактивную программу с книгой «Наты». Ее организовали в Международный день детской книги. Вместе с библиотекарем читатели изучили построение книги, ее внешнее и внутреннее оформление. Сегодня мы расскажем детям о том, чем отличается книга библиотечная от книги домашней, какие есть элементы, которые позволяют библиотекарю очень быстро найти нужную книгу. И, конечно же, нас ждет викторина, игры, а в конце – призы. Библиотекарь рассказала детям об удивительном мире книг, которые всегда под рукой у человека. Книга, как настоящий друг, посоветует, поможет, многому научит. Любовь к чтению разделяет и классный руководитель детей начальной школы номер 81 Вячеслав Валаев. Учитель признается, что современные дети редко читают книги, их сложно оторвать от экрана телефона. Но у молодого педагога есть своя методика. Любовь к книгам я им стараюсь прививать. Также на переменках у нас бывает, в телефонах они не сидят. Мы телефоны обычно даже в начале рабочего дня собираемся. А на переменках они сидят, читают книжки разные. У них есть своя личная библиотека в классе, куда они могут приносить свои любимые книги из дома. Большое внимание детей привлекла книжная выставка. Они с большим удовольствием и интересом рассматривали книги, журналы и энциклопедии. Чтобы они знали, что книга – это не только пыльные страницы, это что-то музыкальное порой, это интерактивное, это виртуальная реальность. А самое главное – это развитие нашего воображения благодаря книге. Ребята с интересом наблюдали, задавали вопросы, рассказывали о своих любимых авторах и произведениях. Завершилась встреча, экскурсии по библиотеке. Елена Чернявская, Петр Пламеев, События. Не только физический спорт, но и игра ума. В Самаре прошли областные соревнования по баскетболу среди команд юношей и девушек. Все игроки – учащиеся из самарских вузов. Кто одержал победу в турнире, расскажет Ксения Баканова. Егор Рогожин с детства увлечен физкультурой. Знакомство с баскетболом случилось на спортивной площадке. Забросил мяч в корзину, попал и решил заниматься. Студент уверен, для достижения высоких результатов важна не только физическая подготовка, но и внутренний настрой. Главное – искренне любить то, что делаешь, и полностью отдавать себя игре. Мы регулярно тренируемся два-три раза в неделю. С командой давно. Все друг друга понимаем, взаимодействие, так сказать, оточено. Три на три по стейболу в отличие от пять на пять. Более такой мужественный. Тут надо показывать характер. Тут игра намного жестче. Дарья Львова считает баскетбол одним из сложнейших видов спорта. Здесь, как и в шахматах, важно много думать, просчитывать свои действия на несколько шагов вперед. Здесь одействуем полностью все тело, ноги, руки, и нужно очень много думать. И чувствовать, когда давать передачу, когда не давать. Мы понимаем, что мы сейчас выиграем. У нас есть команда, которая нужно будет попотеть, но мы справимся. В Самаре провели областные соревнования по баскетболу. На паркете собрались студенты городских вузов. Они играли три на три. В каждой команде по три участника, не считая одного запасного. Игра проходит на полукорте и с одним кольцом. У нас играет 10 команд юношей, 4 команд девушек. Сыграем в системе групповой этап, затем плей-офф и определим победителей, которые и представит наш регион на финале Среди юношей самой сильной оказалась команда Самарского университета имени Королева. Ну а среди девушек лучше всех владеет мячом сборная Самарского политеха. В мае все игроки отправятся в Пермский край, где будут отстаивать честь региона. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Футболисты крыльев советов прервали серию поражений в весенней части чемпионата России. Баскетболисты Самары проводят заключительные игры единой лиги, а гандболистки Лады начинают подготовку к плей-офф. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Футболисты крыльев советов смогли дать бой лидеру чемпионата России питерскому зениту. Матч в Самаре начался с быстрого гола хозяев. Уже на первых секундах после ошибки голкипера северной команды Владислав Шитов переправил мяч в сетку ворот. Долго удерживать преимущество не получилось. На 23-й минуте зенит счет сравнял. Больше голов в матче не было. Ничья 1-1. Самарцы пока занимают восьмое место в таблице. Баскетболисты Самары на выезде переиграли московскую руну в матче единой лиги. Волжане первоапрельскую игру начали максимально серьезно и сразу завладели преимуществом. В дальнейшем они так и не позволили хозяевам выйти вперед. Все, что смогли москвичи, это только пару раз сократить отрыв до 4-6 очков. 81-67. Уверенная победа Самары. Гонбалистки «Лады» поражением завершили регулярный чемпионат Суперлиги. В выездном матче «Тольятинки» уступили действующему чемпиону московскому ЦСКА. Первый тайм гости смогли оставить за собой, но затем упустили лидерство, а в обратную сторону изменить ход поединка не смогли. 25-30 поражение «Лады». Впереди матч и плей-офф. «Тольятинки» сыграют в первом раунде против «Черноморочки». С начала 24 апреля в «Тольятти», затем 30 апреля в «Новороссийске». Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Дом.РФ и Минстрой России представили индекс качества городской среды за 2023 год. Города считаются благоприятными для проживания, если набирают более 180 баллов из 360 возможных. Индекс Самарской области в прошлом году составил 192 балла. Областная столица набрала 196 баллов, что на 8 баллов выше, чем в 2022 году. Повышение качества городской среды делает города более привлекательными для туристов, что в свою очередь создает новые рабочие места и развивает местную экономику. Системное обновление информации для расчета индекса позволяет управленческой команде города вырабатывать квалифицированные решения по развитию города, оценивать эффективность уже реализуемых программ и проектов в этой сфере, пишет телеграм-канал Департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. Всероссийское голосование за объекты благоустройства продлится до 30 апреля. В Самарской области на выбор жителям представлена 101 территория в 12 муниципалитетах. Отдать свой голос может любой житель области старше 14 лет на платформе 63.городсреда.ру на сайте госуслуг. Также можно воспользоваться помощью волонтеров. Встретить их можно во всех МФЦ городов-участников голосования. Жителям помогает 3410 волонтеров. Они рассказывают гражданам о возможности участия во всероссийском онлайн-голосовании и о представленных объектах, сообщает телеграм-канал Советского района. В Самаре есть множество улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, а также людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие города и страны. Улица Зои Космодемьянская находится в промышленном районе города Самары, в Приволжском микрорайоне. Проходит от Московского шоссе до улицы Георгия Димитрова, рядом с рынком Шапито, и пересекает улицу Силина. Зои Космодемьянская первая с начала Великой Отечественной войны женщина, герой Советского Союза. В честь нее в Самаре названа также школа номер 170. По улице Зои Космодемьянской курсирует автобусный маршрут номер 56. Можно доехать по Московскому шоссе до одноименной остановки на автобусах номер 1, 45, 67, 84, 396, 410А, 492. Трамвайные пути проходят в 450 метрах по улице Ташкентской, информирует самарцев городской департамент транспорта. В этом году в конце апреля будет 6 рабочих дней, с 22 по 27 число. Далее россияне будут отдыхать без перерыва сразу 4 дня, с воскресенья 28 апреля по среду 1 мая, в связи с праздником весны и труда. Также выходными будут дни с 9 по 12 мая, в честь Дня Победы. Напоминает телеграм-канал железнодорожного района. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok